Здравствуйте, друзья! С вами 3D News Daily и в ближайшие несколько минут мы расскажем о том, что интересного случилось в мире хай-тек за последние дни. Вчера, 5 сентября, легендарному вокалисту Queen Freddie Mercury исполнилось бы 70 лет. Вместе с поклонниками отметить это знаменательное событие решил Международный астрономический союз. В чем, к слову, нет ничего удивительного, ведь речь идет о знаменитости поистине космического масштаба. Благодаря гитаристу Queen Брайану Мэю, кстати, астрофизику по специальности, стало известно, что в знак признания выдающихся заслуг Фредди, Центр Малых Планет присвоил имя музыканта астероиду под номером 17473. Это небесное тело диаметром 3,5 километра было открыто в 1991 году, именно в тот год, 24 ноября. Певец ушел из жизни. На случай, если у вас под рукой окажется хороший телескоп, сообщим, что астероид нужно искать в главном поясе между орбитами Юпитера и Марса. От приятных космических новостей перейдем к не очень приятным. 1 сентября на космодроме мыса Канаверал во Флориде взорвалась ракетоноситель Falcon 9. Инцидент обошелся без жертв, но спутник Amos 6, с помощью которого Facebook собиралась обеспечить доступом в интернет, некоторые регионы Африки был потерян. В выходные стало известно, что израильская компания Spacecom собирается потребовать в качестве компенсации от американской SpaceX 50 миллионов долларов либо бесплатный запуск спутника. Еще 205 миллионов она может взыскать с израильской Aerospace Industries, спроектировавшей и построившей Amos 6. Авария нанесла Spacecom ощутимый ущерб. Ее акции рухнули больше, чем на третье потери, по прогнозам составят от 30 до 123 миллионов долларов. Причины взрыва при этом не называются. Как рассказал возглавляющий SpaceX Илон Маск, возгорание произошло в кислородном баке первой ступени во время заправки топлива. Название Nintendo стало синонимом нестандартных и смелых решений в игровой индустрии. Согласитесь, ни одна другая компания не осмелится выпустить в 2017 году домашнюю приставку, работающую на картриджах. Казалось бы, такой способ хранения игр ушел в прошлое вместе с Nintendo 64 и сейчас используется только для портативок. Но, похоже, нас ждет возвращение в прошлый век. Изданию The Wall Street Journal удалось узнать, что консоль восьмого поколения Nintendo NX, которую могут представить уже 15 сентября, возродит забытый стандарт. Это позволит предположить, что речь идет о гибридной приставке с возможностью автономного использования и подключения к внешнему дисплею. Картриджи всегда были надежной и практичной, но при этом более дорогой и менее емкой альтернативой оптике. Однако прогресс не стоит на месте. Благодаря развитию технологий флеш-памяти, современные картриджи не только могут печататься быстрее дисков и обходиться производителем дешевле, но еще иметь хорошую защиту от копирования. Стоит задуматься лишь об одном – способны ли микросхемы, заключенные в пластиковый корпус, вызвать у молодого поколения тот ностальгический восторг, в который они приводят всех начавших свое знакомство с играми в девяностых. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok